Есть вопросы, есть ответы. А больше всего вопросов есть у тех, кто только выбирает для себя жизненный путь и строит планы на будущее. Для самоопределения важно узнать о возможностях, которые есть в мире. Это, безусловно, касается и выбора профессии. В Центре внешкольной работы состоялась встреча новоуральских школьников с сотрудниками специального управления Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России в рамках ток-шоу «100 вопросов профессионалу». Подробнее расскажет Елена Мельникова. В Центре внешкольной работы часто проходят интересные для молодого поколения новоуральские мероприятия. Ток-шоу «100 вопросов профессионалу» – одно из них. Гостями очередной встречи стали сотрудники СУФ ВПС номер 5, и выбраны они не случайно. Ведь в 2022 году нашему специальному управлению Федеральной противопожарной службы исполнилось 75 лет. Возможным прямой диалог новоуральской молодежи с представителями одной из важнейших профессий стал благодаря проекту «Пожарная профессия героическая». Беседа прошла оживленно. Место было как серьезным вопросом, касающимся профессии, так и вопросом о поседневной жизни пожарного. «Вопрос ко всем гостям. Что самое тяжелое в вашей работе?» «В нашей работе нет никаких трудностей, потому что мы ее выбрали, мы на нее встаем и идем, мы выполняем свои функциональные обязанности, тушим пожары, спасаем людей. Поэтому трудностей в этом нету». В честь празднования юбилейной даты специальное управление Федеральной противопожарной службы номер 5 МЧС России и Центр внешкольной работы совместно запустили проект «Пожарная профессия героическая», целью которого является формирование как ценностных ориентиров и уважения к профессии пожарного, так и культуры пожарной безопасности. Проект был запущен в мае 2022 года и за это время был проведен конкурс плакатов «Безопасность глазами детей», затем конкурс слоганов и видеороликов «Быть пожарным здорово!» «Глазами детей» и третье мероприятие проекта – встреча в формате ток-шоу «100 вопросов профессионалу». «Я не ожидал даже, что школьники будут принимать именно такое активное участие в данном мероприятии. Задавали очень много вопросов и очень правильных, хороших вопросов. И надеюсь, что мы дали им ответы и они остались довольны. Мы же сюда пришли как профессионалы. И вопросы в основном-то были, конечно, по нашей профессиональной деятельности, но и вопросы, которые были личного характера, повседневной жизни. Тоже хорошо, молодцы, полезны. Они, конечно, полезны. Мы хоть понимаем, чем молодежь сейчас живет, чем она интересуется, какие у них проблемы, вопросы. Очень интересно все прошло, мы все очень довольны. Надеюсь, что дети тоже остались довольны. Такие встречи проводить, я думаю, надо не только раз в год, нужно почаще это делать. Потому что мы, проводя такие встречи, мы, во-первых, делаем популяризацию нашей профессии и прививаем навыки пожаробезопасного поведения среди школьников. Впечатлений очень много. И самые, наверное, наилучшие школьники, в первую очередь, молодцы. Они старались задавать вопросы те, которые их интересуют. На все вопросы мы старались ответить искренне, честно и профессионально. У многих были такие вопросы, которые как раз-таки были предрасположены к этому направлению. Именно познать, чем мы занимаемся, нашу специфику работы, ну и, наверное, все-таки определиться в своем выборе в жизни, кем они хотят стать. Я в восторге. Спасибо большое организаторам. Спасибо за приглашение. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Думаю, это положительно. Пожарный должен быть решительным, смелым, активным, физически подготовленным. Мы, в принципе, ждем всех молодых людей. Я думаю, что они не откажут и придут к нам. От встречи у участников мероприятия остались только положительные эмоции. Помимо них, ребята получили и памятные призы из рук пожарных. Многие смогли найти ответы, которые могли бы помочь определиться с профессией и открыть для себя новые горизонты. Елена Мельникова, Геннадий Донгузов, Николай Ларионов. Новоуральская обещательная компания.